Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем наидобрейшего утра. Сегодня 30 декабря, воскресенье, на часах 10 часов и 8 минут. Прогулявшись немножко по городу, я сделал вывод, что город наш впал в такую дрему, такую сладкую, неторопливую, предпраздничную. Ну, шутка ли? Сегодня первый из 10 праздничных новогодних каникул, с чем, собственно, вас поздравляю. Меня зовут Владимир Сметанин. И с наступающим Новым годом, я думаю, с этими каникулами вас хотят поздравить мои соведущие. Миша Летун и Алина Синкина. Миша, привет, Алина, привет. Здравствуйте. Вас с наступающим хочу поздравить. Вас тоже. Чтобы все у вас хорошо было в Новом году и с учебой, и дома, и желания, чтобы ваши исполнялись. Кстати, у вас когда-нибудь волшебство случалось на Новый год, хочется мне спросить. Да. Так, давайте по очереди. Сначала Алина. Расскажи, пожалуйста. Мне было 5 лет, я написала письмо Деду Морозу. Так. Я заказала куклу. Прямо так заказала? Вот прям заказала. Чисто практично. Да. Ко мне пришел Дед Мороз. Мы устроили концерт, пели песни. И Дед Мороз начал вручать нам подарки. И мне подарили не куклу, а книгу. И я сказала, что мне книга не нужна, я заказывала куклу. И подарок не взяла. То есть ты пошла на принцип? Да. Мне это не надо, я другое заказываю. Так. И мне до сих пор сцитно. А в чем волшебство Алина? Ну, вот так вот. То есть вся эта история, она такая какая-то фантастическая немножко получилась. Хорошо. Здорово. Миша, расскажи, пожалуйста, о своем Новом Годе, об одном из них, в котором что-то было такое необыкновенное. Вот сегодня было. Прямо сегодня. Ну, расскажи, расскажи. Мы с мамой были на кухне. В центральной комнате никого не было. Подарков под елкой не было. Через пять минут я туда прихожу, а там уже стоит шоколадный Дед Мороз. Ого. И ты считаешь, что он появился там каким-то чудодейственным образом? Да. Ты уже его съел? Нет. А вы его вообще будете есть? Не знаю. Или он, может, как украшение Нового Года навсегда останется с вами? Ну, действительно, действительно, все мы, и взрослые, и дети, надеемся на то, что в Новый Год случится какое-то чудо, что счастье свалится, такое большое и необъятное, и заживем мы все весело и хорошо. И сегодня в детской познавательной программе «Открывашка» мы как раз-таки будем прикасаться к чуду, к чуду литературы в том числе, и все это благодаря нашим гостям. Сейчас я их представлю. С нами режиссер Татьяна Котвицкая. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Актеры нам сегодня будут помогать. Актриса Екатерина Никонова. Екатерина, доброе утро. И актер кировской драмы Иван Шевелев. Эй, доброе утро. Доброе утро. Давайте всех с наступающим поздравимым Новым Годом. С Новым Годом! С Новым Годом! У нас соответствующая атмосфера здесь в студии. Ну, во-первых, у нас елочка такая небольшая присутствует на нашем столе. У нас здесь есть мандарины. Очень мандарин. Да, глядя на которые, прям заряжаешь с такой новогодней жаркой, очень тёплой энергетикой. У нас, кроме того, подарки, которые мы сегодня будем дарить нашим слушателям. Всё как обычно. Сдаём вопросы. Вы звоните 211-101, отвечаете на них и получаете тот подарок из списка. Список ребята чуть позже озвучат, который вам больше всего по душе. Мы сегодня займёмся чем? Мы сегодня будем читать удивительные истории. А почему я-то всё рассказываю? Я хочу уже режиссёру Татьяне Котвицкой уже передать слово. Чем мы сегодня займёмся, чтобы погрузиться полностью в эту новогоднюю или рождественскую тематику? Да, Татьяна? Мы сегодня будем вместе с ребятами и нашими замечательными артистами читать рождественскую сказку. Так, почему именно этим мы сегодня займёмся? Что предшествовало вашему появлению в нашей студии в это утро? Предшествовало то, что взрослым людям порой не хватает чудес и волшебства. И мы подумали, почему бы не совершить своими руками это чудо. И сделали такой необычный проект практически с середины декабря. Стали читать в галерее «Прогресс» сказки о рождественской еле. Первую сказку у нас прочитала как раз-таки актриса Екатерина Никонова. Эта сказка была о муми-тролле и Рождество. На сегодняшний день три сказки уже прочитаны. Я смотрю, поопишут 21, 23 и 28 в декабре были. Остальные уже будут в новом году. 4, 7, 14 и 18 января. Мы собираемся дружными компаниями взрослых и детей у новогодней красивой ёлочки в галерее «Прогресса». Накрываемся пледами, садимся на подушки и слушаем наших замечательных актёров. Их прекрасные голоса и необычные волшебные сказки. — Возрастное ограничение мы должны сейчас произнести, потому что мероприятия ещё будут. Кто-то из наших слушателей, я уверен, заинтересуется, поэтому мы должны предупредить. — У нас возрастного ограничения как такового нет, но желательно, конечно, чтобы это были ребятишки немного постарше, хотя бы после 4 лет. Потому что малышу 40-50 минут тяжело высидеть на руках у родителей. — Малышу 40-50 лет? — Да, есть и такие, кстати, которые приходят. — Можно приходить с семьёй, да? — Да. — Как взрослые, родители или бабушка, дедушка. — Я вот сейчас как раз с Екатериной делилась мнением о том, как прошла последняя сказка у нас с Еленой Некрасовой, актрисой. Так вот, мы поняли такую же тенденцию, что приходят даже влюблённые парочки на свидание. — Ага, назначают свидание именно в этот момент. — Очень романтично. — Если следовать закону, то 6+, наверное, стоит обозначить. Возрастное ограничение. В официальном перечне возрастных ограничений именно 6+, больше всего подходит. Так, мы действительно сегодня будем читать. Распределили по ролям. И ребята, и Миша, и Литун, и Алина Синкина тоже будут участвовать в чтении. Волнуетесь немножко, нет? — Нет. — Вот чтобы снять волнение, я думаю, что можно мандаринку немножко. Долечку хотя бы, Миша, да? Ну, у нас сегодня свободная атмосфера, разрешается, да. Миша ещё конфеты принёс, да, Миша? Большое тебе спасибо. Вот если до конфет дела дойдёт, то их можно обязательно тоже распробовать. Так, перед тем, как перейдём непосредственно к чтению, надо очень важный момент регламента соблюсти, озвучить, я имею в виду призы, которые сегодня будут разыгрываться. Алина и Миша сейчас это сделают. Проглотили подольки мандарина? — Да. Проглотили, ну всё, давайте вперёд. Внимание, ребята, что мы сегодня разыгрываем? У нас сегодня есть книги и приглашения. Книги — это энциклопедия лошади для читателей старше шести лет. Энциклопедия индейца для ребят от шести лет. Яков Петлеман — головоломки и задачи для ребят любого возраста. Фрауку Шомен — приключения альката детектива. Загадка сбежавшего с сейфом. Для читателей старше двенадцати лет. Михаил Самарский — радуга для друга. Двенадцать плюс. Сэр Стивен Стивенсон. Агата Мерси. Бенгальская жемчужина. Шесть плюс. Приглашение. Приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». Приглашение на двоих в кота-кафе «Зуки». Приглашение на двоих в батутный клуб «Левел Апп». На Сорикова — четырнадцать. Приглашение на двоих в театр «Кукол». На спектакль «Челкунчик. Сны». Четвёртого января. В два ноль ноль шесть плюс. В четырнадцать смысле, да? Ну, не ночь уже. Так, и ещё. Приглашение в легендарный цирк Юрия Никулина на три лица. Сходить до тринадцатого января. Января, да, вот как раз сдержу пригласительный этот на цирк Юрия Никулина в руках. Да, действительно, на нём написано, что три человека могут на него, по нему попасть. Приглашение на волшебные сказки о рождественской еле. Это, собственно, вот тот проект, о котором мы уже немножко поговорили, и который сейчас представим нашим слушателям. Давайте, ребята, договоримся, когда нам юные слушатели будут звонить и отвечать на ваши вопросы, а именно вы сегодня вопросы будете задавать, то мы их обязательно будем просить поздравить родных, близких, мам, пап, одноклассников. С Новым годом, хорошо? Хорошо. И про волшебство тоже спросим. Случалось ли с ними что-нибудь такого интересного, да? 211-101. А может, сразу вопрос-то и зададим, а потом непосредственно перейдём. А можно я задам? Да, пожалуйста, Алина. 211-101. С какого года в России стали отмечать Новый год с 1 января? С 1542-го, с 1700-го, с 1815-го, с 1918-го. Продолжай. Закидаем наших слушателей вариант. Всё. Я правильный вариант услышал. Да, он там был. 211-101. Давайте разбираться, с какого года у нас именно 1 января отмечается Новый год. Ну, а если копать уж так вглубь и вглубь веков, вы-то знаете, когда отмечался Новый год до этой даты? Да, у меня даже объяснение есть. Да, можешь, Алина, вот я помню, что с 1 сентября отмечался Новый год как-то в глубокую-глубокую старину. Да, когда урожай собирали. Не с первого, а с какого? С 1 января. Не-не-не, до этого, до этого, много-много веков назад, я имею в виду. А когда слушатели позвонят, я обязательно разнесу. Хорошо. Ну вот есть как раз слушатели. Давай, приветствуй. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Таня. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. У тебя есть ответ на вопрос? Да, есть. Сходу или варианты повторить? Нет, давайте я сразу отвечу. Пожалуйста. С 1700 года. Правильно, это правильный ответ. Ну, всем известно, что с эпохи Петра Первого мы отмечаем Новый год именно 1 января. Новый год в России стали отмечать с 1 января, только с 1700 года. Когда царствовал Петр Первый, до этого Россия вела счёт времени от создания мира. Если бы мы жили с вами в 1699 году, то для нас бы это был 7207 год от создания мира. 7207. Ого, далековато. Да. Как-то сейчас удобнее 2019 не ступает, проще даже произносить. Так, давай спросим, попросим вернее поздравить нашу слушательницу, а потом уже с подарком определимся. Можешь, пожалуйста, поздравить своих родителей или своих знакомых, ну, кого ты хочешь? Можно я поздравить своих одноклассников? Да, конечно. Я поздравляю всех своих одноклассников из 2-го А-класса. Отлично, принимается. А-класс? Я тоже А-класс. И я тоже А-класс. Ашки собрались. Я тоже А-класс. И я. Значит, все участвуют. Татьяна как-то наступилась? Нет, не А. Она Б. Я лично учился в классе, он один-один был. Параллелей не был. Тоже А. Тоже А, получается, да. Какой ты приз выбираешь, скажи? Я бы хотела билеты в кинотеатр груза. Без проблем, не клади, пожалуйста, трубку. Наш редактор с тобой сейчас пообщается и объяснит, где эти билеты забрать. Ну вот, начало розыгрыша наших призов положено. Теперь передаем слово нашим гостям. Вступительное будет еще слово или сразу перейдем к чтению? Я думаю, что мы сразу же перейдем к чтению. И Екатерина как раз-таки у нас прочитает некое такое вступление, чтобы было понятно, о чем это будет сказка и с какими персонажами. Екатерина Никонова, актриса, пожалуйста, одна из участниц проекта «Волшебные сказки в рождественской еле». Поехали. Джон Рональд Руэл Толкин. Письма рождественского деда. Предисловие. Для детей Толкина рождественский дед был существом вполне реальным. Он не только приносил им подарки на Рождество, но и присылал каждый год письма с поздравлениями и рисунками. В этих письмах он описывал свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, порой тревожные, которые происходили на Северном полюсе. Первое письмо пришло в 1920 году, когда Джону, старшему сыну профессора Толкина, было три года. С тех пор письма приходили каждое Рождество, свыше 20 лет подряд, пока не подросли остальные дети – Майкл, Кристофер и Присцилла. Иногда запорошенные снегом конверты с маркой Северного полюса находили в доме на утро после праздника. Иногда их приносил почтальон. А письма, которые дети сочиняли в ответ, словно сами с собой исчезали с каминной полки. С течением времени хозяйство рождественского деда разрасталось. Поначалу в письмах упоминался лишь белый медведь, затем появились снежные эльфы, рыжие гномы, снеговики, пещерные медведи и племянники белого медведя – Паксу и Валкатукка. Они однажды пришли в гости к дядюшке, да так и остались жить у деда. Белый медведь был главным советчиком рождественского деда и главным источником неприятностей. Это из-за него рождественский дед путал подарки. Порой белый медведь приписывал строчку-другую к письмам хозяина, своим угловатым почерком. Какое-то время спустя рождественский дед взял в секретари эльфа по имени Илберет. В поздних письмах эльфам уделяется много места. Еще бы, ведь они помогали защищать дом и кладовую от нападений гоблинов. К сожалению, в настоящем издании не удалось воспроизвести все письма рождественского деда. Зато вы найдете здесь алфавит гоблинов, срисованный белым медведем со стены в пещере, в которой он заблудился, и письмо, написанное на языке гоблинов. 1925 год. Дом рождественского деда. Северный полюс. Милый Джон, этот год выдался для меня не слишком удачным. Хлопот не оберешься, а припасы тают. Моя рука дрожит сильнее обычного, когда я пишу эти строки. У нас тут творятся жуткие вещи. Часть подарков пришла в негодность. Белый медведь отказывается мне помогать. Да еще перед самым Рождеством пришлось переезжать в новый дом. Вот откуда взялся мой новый адрес. А началось все с того, что в один ветреный ноябрьский денек ветер сорвал с моей головы колпак и забросил его на макушку шеста, который торчит на северном полюсе. Как я его не отговаривал, белый медведь полез на шест. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Шест переломился пополам, обломки рухнули на крышу моего дома и пробили в ней дырку. А белый медведь провалился в эту дырку и упал в гостиную своим колпаком на носу. Повалил снег, гостиную замело, очаг погас, вода залила погреб, в котором я хранил подарки. Вдобавок белый медведь ухитрился сломать себе лапу. Теперь-то он уже выздоровел. Но тогда я так на него рассердился, что он обиделся и заявил, что никогда больше не будет мне помогать. Надеюсь, к следующему Рождеству он подобреет и забудет о своей обиде. Я нарисовал, как все было. На второй картинке изображен мой новый дом на ледяной глыбе прямо над северным полюсом. В этой глыбе я построил новый погреб для подарков. Если Джон не разберет мой корявый почерк, ведь мне уже 1925 лет, пускай попросит папу. Когда Майкл научится читать и тоже будет сочинять письма ко мне, это был вопрос. С любовью к вам обоим и к Кристоферу. Мне кажется, он немного похож на меня. Ваш рождественский дед. 1926 год. В этом году я пишу хуже обычного. А все из-за белого медведя. Сколько было грохоту. Какой он устроил фейерверк. Наверное, самый пышный на свете. Сейчас мои эльфы расскажут вам об этом. На северном полюсе делалось темным темно. Звезды спрыгнули с неба. Луна раскололась на четыре четвертинки. А человек с луны упал позади дома. Пришлось накормить беднягу шоколадом, чтобы он хоть немножко развеселился. Съев добрую половину шоколада, он забрался обратно на небо и принялся чинить луну и ставить на место звезды. Потом мы обнаружили, что олени сорвались с привязи и куда-то удрали вместе с самками, в которых лежали подарки. Мы гонялись за ними по всему полюсу, а они носились туда-сюда. Представьте себе, только утром я аккуратно сложил в сани все подарки. Там были шоколадки для всех ребятишек. И на тебе! Конечно, я все же поймал олени и собрал подарки. Но сколько их поломалось... Надеюсь, ваши шоколадки не слишком пострадали. Видите, что устроил белый медведь и даже не подумал извиниться. Помните, из-за него в прошлом году мне пришлось переселиться в новый дом. Так вот, на сей раз он выкинул шутку похлеще. Рубильник, который включает северное сияние, находится в подвале старого дома. Белый медведь прекрасно знал, что ему строго-настрого запрещено трогать этот рубильник. Сам Санта включает северное сияние лишь по особым случаям, таким как Рождество. Ну вот, потом медведь оправдывался. Дескать, он думал, что питание не работает и так далее. В общем, утром после завтрака он возился в развалинах. Там у него склад личных припасов. И нажал на рубильник. В итоге, на ближайшие год-два северное сияние отменяется. Медведь сжег все ракеты и шутихи. Уверяю вас, вы никогда не видели и не слышали ничего подобного. Я попытался нарисовать, как было дело, но меня подвели дрожащие руки. И потом, разве можно нарисовать мерцающие огни. С любовью, рождественский дед. Слушайте, вот ощущение сказки такое, да? Прям погружаешься. Прям мурашки даже немножко идут. Я напоминаю, что это детская программа «Открывашка». И мы читаем письма рождественского деда Джона Рональда Ройла Толкина. Я почему прервал? Я потому что знаю, что наши слушатели хотят тоже к нам присоединиться, и они хотят ответить на вопрос, который сейчас Миша озвучит. 211-101. Внимание, уважаемые ребята, раз уж на нас он Новый год, вопросы у нас связаны именно с этим праздником. Да. А вот сейчас мы проверим, как вы внимательно слушали нас. Так. По какому поводу включают рубильник, который находится в погребе? По какому поводу включают рубильник? Он располагается в погребе. Я надеюсь, вы там не заснули, ребята и взрослые? 211-101. Мы ждем ваших звонков. У нас только лишь еще билеты в кинотеатры Дружбы разыграны. А так у нас полный стол, практически подарки. Книги и пригласительные. Звоните смело. 211-101. Ждем. Ну что, ага, есть звонок. Давайте будем принимать. Раз Миша задавал вопрос, он и будет общаться с дозвонившимся. Привет. Здравствуйте, меня зовут Духанилова Полина. Сколько тебе лет? Десять. Угу. А у тебя когда-нибудь происходило новогоднее чудо? Да. Расскажи. Мы сидели вместе в комнате, а вдруг появился в мешке подарок. Вдруг из ниоткуда появился мешок и подарок? Да. Боже. Даже себе трудно это представить. Волшебство, безусловно, как же иначе. Ну что, повторяешь вопрос, да, Миша, и ответ слушаем от Полины. Чтобы включить северное сияние. О, сразу ответ. А для чего? Праздник Рождество. Все. Все, это нормально, да? Да. Праздничная подсветочка, да? Северное сияние. Поздравляем. Мы тебя с Новым Годом, да, безусловно. Ты хочешь поздравить своих родных, папу, маму? Да. Да, пожалуйста. Слушаем. Мама и папа, я вас поздравляю с Новым Годом и желаю счастья. Ну и мы тебе тоже желаем всего хорошего, чтобы удача тебе сопутствовала всегда, и твои желания осуществлялись. Какое твое желание мы можем исполнить? Я имею в виду, какой подарок ты выбираешь? Батутный парк. Все? Да. Отлично, да? Батутный парк, не клади, пожалуйста, трубку, мы передаем тебе нашему редактору. Итак, продолжаем. Далее. Письма рождественского деда. 1927 год. У нас на Северном полюсе такие холода, что белый медведь почти все время спит. И на это Рождество помощи от него было меньше обычного. Шест на полюсе такой холодный, что просто обжигает. Белый медведь потерся об него носом, и кожа прилипла. Вот почему на рисунке у медведя нос обмотан красной тряпкой. Правда, она сползла. Интересно, неужели ему не жалко собственного носа? Не знаю, не знаю. Впрочем, мой медведь из тех, кто вечно сует нос куда не следует. Например, в колдовую. С наступлением зимы на поле стало не только холодно, но и темно. Солнца мы не видели уже три месяца. Северное сияние тоже. Помните ужасное событие прошлого года? Никаких фейерверков до следующего года не ожидается. Так что сидим в темноте. Белый медведь попросил своего двоюродного брата и приятеля принести огня. А я залучил к нам комету, чтобы паковать подарки при ее свете. Но, как видно, по рисунку это мало чем помогло. К сожалению, прошлогодняя история белого медведя ничему не научила. Вчера он слепил в саду снеговика и столкнул беднягу с обрыва. Снеговик упал на мои сани и поломал множество вещей. Да и сам разбился. Снегом, который от него остался, я раскрасил свой рисунок. 1928 год. Макушка мира. Северный полюс. 20 декабря. Четверг. Как по-вашему, что на сей раз вытворил мой злополучный мишка? Нет, фейерверков он больше не устраивал. Зато свалился с лестницы и пересчитал носом все ступеньки. Мы с ним вытаскивали из кладовой первую порцию подарков. Он ухватил целую груду. Часть держал в лапах, а часть взгромоздил себе на голову. Вдруг бум, бах, тарарах, стоны, громкие рычания. Я выбежал на площадку и увидел, что медведь лежит на полу, а по всей лестнице разбросаны пакеты и свертки. Мало того, что сам упал, он еще умудрился подавить некоторые подарки. Надеюсь, вам по случайности не попали такие. Я нарисовал картинку, на которой все видно. Пока я рисовал, белый медведь не переставал ворчать. Мол, вечно я над ним потешаюсь, и как-нибудь он тоже избразит меня в глупом виде. Ну, во-первых, со мной такого не бывает. А во-вторых, не очень-то он умеет рисовать. Знаете, когда он кое-как поднялся с пола, то сразу выбежал за дверь, а я сидел на лесенке и хохотал. Убирать пришлось одному, потому что Мишка долго не возвращался. Теперь вы будете знать, как мой новый дом выглядит изнутри. Это большая зала с куполом. В ней мы складываем подарки, которые потом перетаскиваем в сани. Этот дом мы выстроили вдвоем с белым медведем, а крышу выложили голубой и лиловой черепицей. И ничего страшного, что крыша вышла кривоватой, да и стропила слегка косят. На стенах я нарисовал деревья, звезды, солнце и луну. С Рождеством вас, ваш рождественский дед! 1929 год. Наконец-то стало светло. Я очень рад. И фейерверк в этом году удался на славу. А еще мы зажгли костер, так захотелось белому медведю, чтобы отпраздновать наступление зимы. Фейерверком заведовали снежные эльфы. Они выпустили все ракеты разом, что сильно удивило нас с Мишкой. Я попытался нарисовать, как было дело, но у меня не получилось. Ведь ракет были сотни. Эльфов на картинке не видно. Они сливаются со снегом. Костер растопил лед и разбудил большого тюленя, который мирно спал в море. Белый медведь истратил 20 тысяч бенгальских огней, израсходовал весь мой запас. Вот почему я в этом году не прислал вам огоньков. А потом отправился отдыхать в Северную Норвегию. Он там жил у лесоруба по имени Олаф. Вернулся с перевязанной лапой. Как раз, когда надо было приниматься за упаковку подарков. Похоже, что в тех странах, за которыми я приглядываю, детей становится все больше и больше. Какое счастье, что часы в разных странах показывают разное время. Иначе я никогда бы не успел. Пускай даже под Рождество моих волшебных сил пребывает настолько, что я могу за минуту упаковать тысячу подарков. Если, конечно, заранее их подготовлю. Вы не представляете, какие длинные у меня списки. Я редко путаюсь в них, но этого праздника жду с беспокойством. Если вы посмотрите на картинку, вам станет ясно, почему. На верхнем рисунке мы с белым медведем сидим в моем кабинете. Он зачитывает имена из списков, а я их записываю. У нас тут жуткий ветер. У вас такого не бывает. Разрывает в клучья облака. Воет, как стая демонов. Завалил мой дом снегом по самую крышу. В самый неподходящий момент белый медведь заявил, что ему душно. И прежде чем я успел вмешаться, распахнул окно. И вот результат. Правда, больше всего пострадал сам Мишка. Его завалило бумагами. А он еще и смеялся. Хорошо, идем. Время просто летит, а я все беспокоюсь за наших слушателей. 211 и 101. Давайте следующий вопрос зададим. Алина, твоя очередь, пожалуйста. Какой город объявлен географической родиной Деда Мороза? Прям объявлен и обсуждению не подлежит. Это должны знать ребята? Конечно. Вот я, честно говоря, не знаю. Конечно. Должны знать? Да. 211 и 101. Город-то на территории России находится? Да. Да. А, ну тогда все ясно. Я-то думал, я куда-то улетел в другие страны. Речь-то о стране нашей идет. Ясно. 211 и 101. Ждем вашего звонка. Да, давайте напомним, что у нас есть еще. Я имею в виду призы. Призы, 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 призы. У нас еще книжки. Слушайте, давайте, если можно, я быстро пробегусь. Да, вы пока мандариной можете лакомиться. Энциклопедия лошади 6+. Энциклопедия индейцы 6+. Головоломки и задачи для ребят любого возраста. Дальше. Приключения кота-детектива. Загадка сбежавшего сейфа 12+. Михаил Самарский. Радуга для друга 12+. И Агата Мистери. Бенгальская жемчужина 6+. Еще у нас есть приглашение на двоих в Кота-кафе Зуки. Приглашение на двоих в Батутный клуб. А, нет, его забрали, да, по-моему, уже? Да, да, да. Батутный клуб забрали. Приглашение на двоих в Театр Кукол на спектакль Щелкунчик сны. Это будет 4 декабря в 2 часа дня 6+. Приглашение в легендарный цирк Юрия Никулина на 3 лица. То есть гастролирует этот цирк в нашем Киевском государственном цирке. До 13 января вы можете попасть, если выиграете у нас вот этот пригласительный билет на 3 человека. Есть у нас звонок? Есть? Нет? Пока. Извините, я не расслышала. Вы сказали, смена есть, дружба есть, да? А дружбу у нас забрали. Да. Да, да. Вот самый первый дозвонившийся у нас как раз-таки этот приз и заполучил. Ну что, кто задавал вопрос? Алина, давай. Давай, принимай. Звонок? Привет. Сейчас Алина такой. Привет. Дай ему. Привет. Привет. Как тебя зовут? Данил Приняна. Ой, еще раз, там какая-то связь. Повтори. Данил. Да. Да, все. Ага. Сколько тебе лет? Шесть. У тебя есть ответ на вопрос? А ты повтори. Да, повтори. Повтори. Да. Какой город объявлен географической родиной российского Деда Мороза? Во. Туда можно съездить. Великий Штук. Еще раз. Великий Штук. Великий Устюк. Да. Это правильный ответ. Это правильный ответ, да. Там целая резиденция. Да. Целые хоромы Деда Мороза. В прошлый год мы как раз обсуждали. Вот. Туда можно съездить, прогуляться, там, поучаствовать. И он приезжает. Да, и он приезжает поучаствовать в всевозможных мероприятиях праздничных. Мы тебя поздравляем. И вот недавно я озвучил призы. Что тебе больше всего хочется получить? Есть билеты в цирк. Билеты в цирк, да. Есть, конечно. Есть. Держу их в руках. Они, конечно же, перейдут тебе. Приходи за ними. С редактором договоритесь, когда непосредственно вы сможете их забрать. Но перед этим ты можешь поздравить своих родителей, своих родных, может, братьев, сестер. С Новым годом. Есть такое желание? С Новым годом! Самые два волшебных слова. С Новым годом! Мы тебя тоже поздравляем. Не клади, пожалуйста, трубку. Билеты твои. Осталось лишь выяснить, когда их можно забрать. Ну, а мы продолжаем. Ребята, я, конечно, не хочу вас заставлять. Ты сейчас к кому обращаешься? К слушателю. Ребята, я не хочу вас, конечно, заставлять, но у нас еще ни одной книжки не взяли. Непорядок. Непорядок. Каникулы-то длинные. Десять целых дней. И наверняка найдется хотя бы один денек, который можно посвятить чтению. Книжки, которую мы сегодня разыграли. А у меня как раз вот созрел книжный вопрос. А, следующий вопрос зададим, да? Давайте, хорошо. Дорогие слушатели, какие всемирно известные произведения Джона Толкина вы знаете? Хотя бы, ну сколько? Хотя бы два известных. Хотя бы два. Два самых известных. Хотя бы два. Самых известных. Хотя бы два. Я могу даже подсказать. Открываете вы известную всем электронную энциклопедию. Так, так. И там во первых строках, как говорится, это все прописано. Точно. Да, это подсказка. Жирный намек такой. 211-101. Пока открывают, а мы продолжим. Да, да. Давайте. Мы с эльфом очень обрадовались вашим письмам. Надеюсь, вам понравились подарки. Я попытался найти то, о чем вы просили, но в кладовых было не разобраться. Мой главный кладовщик, Белый Медведь, приболел. А я без него, как без рук. Еще в ноябре у него начался полярный кашель. Я запретил ему помогать мне с упаковкой подарков. Ведь было бы просто ужасно, если бы кто-нибудь из детишек сразился полярным кашлем. Они бы дохали, как медведи. Ужас! Поэтому пришлось все делать самому. Конечно, Белый Медведь старался изо всех сил. Он починил мои сани. И пока я возился с подарками, присматривал за оленями. Вот тут-то и случилась очередная неприятность. В начале месяца у нас разразилась снежная буря. Снегу выпало целых шесть футов. А потом лег туман, такой густой, что не видно было низги. Бедный Мишка пошел в загон коленем, заблудился и чуть не замерз. Я долго не замечал его отсутствие, но потом все же забеспокоился. Он еще не до конца оправился от полярного кашля. А когда замерз, подхватил жуткую простуду и встал с постели только три дня назад. Все пошло наперекосяк. И некому все это время было приглядывать за моими посланцами. Вы рады, что Белому Медведю стало лучше? В субботу мы устроили вечеринку со снеговичками. Это дети снеговиков, которые только и живут поблизости от нас. Это настоящие снеговики. Не те, которых лепят люди. Правда, мой снеговик самый старший из снеговиков. Порой вместо подписи рисует в письмах фигурку снеговика. И с медвежатами, племянниками Белого Медведя. Едва моему Мишке стало лучшее, чаю он выпил совсем чуть-чуть. Но когда к столу подали большой пирог, Мишка отшвырнул одеяло и вскочил с постели. И больше в нее уже не ложился. На верхнем рисунке Белый Медведь рассказывает свою историю. Видите, все уже убрано. На маленьких картинках я разыскиваю Мишку в снегу. А он парит лапы в горячей воде с горчицей, чтобы хоть немного согреться. Правда, вода не слишком помогла. Он расчехался, да так, что погасил пять свечей. Но теперь с ним все в порядке. И он снова принялся за свои фокусы. Ссорится со снеговиком, моим садовником. Сталкивает того с крышей его собственного дома. Он идет избалованным детям льдинки вместо подарков. Мысль неплохая. Но ему следовало меня предупредить. Ведь подарки лежали все вместе в теплой комнате. Лед растаялся, и вода взряла подарки хороших детей. Ну что ж, мои милые, я мог бы поведать еще многое. Рассказать о зеленом братце, о моем отце, о дедушке-сочельнике. О том, почему нас обоих назвали Николасами. В честь святого, день которого 6 декабря. И который любил делать тайные подарки. Иногда даже подкидывал в окна беднякам кошельки с деньгами. Но мне нужно торопиться. Я и так опаздываю. Как бы не получилось, что мое письмо придет к вам после Рождества. Ребята, ау, мы ждем вашего звонка 211-101. Джон Рональд Руэл Толкин. Всемирно известный английский писатель, поэт, переводчик, лингвист, филолог. Назовите два хотя бы всемирно известных произведения этого писателя. Дозвонитесь, пожалуйста. Потому что времени остается на программу «Открывашка». Совсем-совсем немного. А призов у нас еще достаточно. Еще книжки не разыграны. Звоните. Ну, открывайте подсказку в интернете. Ну, это очень просто. Продолжаем. 1931 год. Вот мой самый свежий портрет. Я упаковываю подарки к Рождеству 1931 года. Если вы не получили всего, что заказывали, и если вообще подарков меньше обычного, вспомните, что на свете множество бедняков, которые голодают. Нам, зеленым братцам, пришлось упаковывать одежду и еду для этих людей. А еще игрушки для детишек, чьи папа и мамы не могут ничего им подарить и даже как следует накормить. У нас немного потеплело. До Северного поля, конечно, по-вашему, здесь по-прежнему холодно. Снега тоже мало. Белый медведь разленился и почти все время спит. Любое дело он делает медленно. Вот только ест быстро. Он с охотой упаковывал продуктовые посылки и пробовал каждую. По его словам, определял, не испортились ли продукты. Но это еще цветочки. Я уже настолько привык к его выходкам, что Рождество без очередного Мишкиного фокуса как бы и не Рождество вовсе. Вы ни за что не догадаетесь, чем он отличился на сей раз. Я отправил его в погреб. Мы называем его Хлопушечная дыра. Там у меня тысяча коробок с хлопушками. Вы бы видели бесконечные ряды, крышки откинуты, чтобы были видны разноцветные хлопушки. Так вот, я попросил белого медведя принести 20 коробок. А сам занялся снеговичами, а сам занялся солдатиками и игрушечными животными. А он, лентяй этакий, поручил дело снеговичкам. Хотя прекрасно знал, что им запрещено входить в погреб. Но на следующий год я приглашу их, правда, в другое время, чтобы не мешали паковать подарки. На прошлой неделе я спотыкался о них дюжину раз на дню. Вдобавок волкотока проглотил моток красной тесьмы, приняв его за пирожное. Тесьма у него в желудке размоталась, у бедняги начался сдавленный кашель. Он даже не мог спать по ночам. Впрочем, он получил поделом за то, чтобы положил мне в постель ветку падуба. А еще именно он вчера вылил в очаг весь запас черных чернил, чтобы наступила ночь. Скажу вам, было очень темно и пахло мерзко. В прошлую среду мы потеряли паксу, а нашли его только утром в четверг. Он спал в кухонном шкафу после того, как съел два сырых пудинга. Похоже, медвежата обещают вырасти точными копиями своего дядюшки. Всего хорошего, мои милые. Вскоре я отправлюсь в путь. Не верьте тем картинкам, на которых меня рисуют сидящим в автомобиле или в самолете. Я не умею водить ни то, ни другое. И не хочу учиться. И потом, это слишком медленные средства передвижения и слишком дымные. Мои олени, которых я вырастил, легко их гоняют. В этом году все олени здоровы. И я надеюсь, что детишки получат свои подарки вовремя. Кстати, к Рождеству мне прислали несколько оленят из Лапландии. Екатерина Никонова, Иван Шевелев, актеры и ведущие открывашки Миша Литон, Алина Синкина. И за всем этим следит Татьяна Катвицкая, режиссер. Мы читаем письма рождественского деда Джона Рональда Ройла Толкина. И вопрос был связан с теми двумя хотя бы минимум самыми известными произведениями данного английского писателя. У нас есть звонок 211-101. Миша, принимай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Надя. Сколько тебе лет? Тринадцать. А у тебя случилось когда-нибудь рождественское чудо или новогоднее чудо? Да. Расскажи. Упала ёлка. Упала ёлка? Да. Ну, потом её подняли на место? Подняли. Подняли. Хорошо. А игрушки не разбились? Разбились. Вот это чудо. Ну, если бьётся, говорят, к счастью. Наверное, счастье потом, Надь, было, а? У-у-у. Ну, наверняка, что-то случилось потом хорошее. Был дело? Не помню. А-а. Давно было. Тринадцать лет человек уже. Детские воспоминания. Хорошо. Вопрос повторяем. Хотя бы два, пожалуйста, назови самых известных произведения Толкина. Пластелин. Правильно. Правильно, ура. Мы тебя поздравляем с Новым годом. Желаем тебе хорошего настроения. Да. Желаем тебе хорошего настроения. Исполнения твоих желаний. Ну, и у тебя есть сейчас право выбора. Приз какой хочешь получить? А можно к доктору? Да, конечно, можно. Двести одиннадцать сто один. Еще раз повторяем наш номер телефона. И, видимо, уже... Я так думаю, последний вопрос мы сейчас сразу озвучим. Можно я? Да. Давай. Алина озвучит вопрос, и потом продолжим. У нас потому что пять минут остается. Да, я смотрю на нашего звуку режиссера. Итак, вопрос. В какой стране у Деда Мороза такое забавное имя? Иолупуки. Иолупуки. Тогда можно я добавлю? Дедушка Иолупуки. Я добавлю к Лениному вопросу еще, можно? Только там без намеков на ответ, ладно? Это не намек. Хорошо, давай. И как это переводится? А, как это переводится. Ну, давай договоримся. Если скажут страну, то мы уже вручим, да? Хорошо. И будет неплохо, если еще и перевод с этого языка на русский язык прозвучит. Остается очень мало времени. 211-101, номер нашего телефона. Обидно мне, как-то вот уже за книжки становится, еще не выбрали ни одной книжки. Обидно. Что, уважаемые, уважаемые актеры, мы продолжаем. У нас остается совсем немало времени. Да, пять минуток у нас остается. Пять, даже четыре. Последнее письмо. Последнее письмо? Это как у... Предпоследнее. А, предпоследнее. Я хочу предпоследнее. Ну, давайте предпоследнее. У нас тут свободная такая творческая атмосфера. Определились? Страшный год. Да. Определились? 1938 год. Ой. Окей. Узнать хотите вы, наверное, живем мы хорошо или скверно. И не случилось ли чего на этот год под Рождество? Начну с медведя, пожалуй. Он славный, хоть и вредный малый. Увы, ему досталось крепко. Сперва он наступил на щепку. И весь ноябрь. Ох и ах, проковылял на костылях. А в декабре и нос, и лапы обжег приятель косолапый. И под делом не лезь в очаг, покуда пламень не зачах. Ожоги маслом мы лечили. Едва хватило нам бутыли. Поправился медведь и сразу по новой взялся за проказы. Нет, чтоб вести себя потише. Взобрался как-то он на крышу. Решил прочистить дымоход, забитый снегом. Ну так вот. Снег рухнул вниз, и мы постели сушили целую неделю. Еще медведь неугомонный конфету мял не меньше тонны. Посуду бил, топтал подарки. Куда попало, клеил марки. Повырывал страниц из книг. Мой шар впустил на половик. Но все же он мой лучший друг. И без него я как без рук. Не верите, судите сами. Он помогал мне ладить сани. Носил подарки, паковал, советы всякие давал. И торопил меня в дорогу. Ну что за молодец ей-богу. Я так же передать вам рад поклон от белых медвежат. Я раньше их ругал бывало. А ныне с ними проще стало. Нельзя об этом не сказать. Они взрослеют на глазах. О гоблинах не слышно что-то. Видать, отбили мы охоту у них на дом мой нападать. А коль заявятся опять, мы лиходеев и воров проучим. Так что будь здоров. Рождество, приписка Илберетта. И вновь Рождество, и вновь круговерть, и вновь отличился белый медведь. Сейчас уже с ним все хорошо. А то он слопал орехов в мешок, причем глотал их как есть в скорлупе. Наверное, был слегка не в себе. Откушал метку, подзаправился рыбой. Мы вместе его удержать не смогли бы. Отведал грудинки, попил молока, довольно похлопал себя по бокам. Уплел на закуску сладкий пирог, на голову встал и занемок. Еще бы, кому о том не расскажи, не верит никто, что остался он жив. Все ерунда, бильберда, и никогда мясо не ем, не ем совсем. Куда лучше джем и побольше конфет. И ты, Илберетт, мал да удал, тощий нахал, привет. Не бойтесь, тут не пахнет ссорой. Все это только разговоры. А если проще, болтовня. Эй вы, смотрите у меня. Других забот как будто мало. Нам свары лишь и не хватало. Ну что ж, письму пора в дорогу. Доставит к вашему порогу его посланец мой особый. Он лихо скачет через сугробы. И к вам поспеет точно в срок. Никто б иной посметь не смог. Здоровья, счастья, долгих лет. Пишите, любящий вас дед! Ура! Иван Шевелев, актер Кировского драматического театра в роли Рождественского. Да? В роли Медведя. В роли Медведя и так далее и тому подобное. Спасибо за то, что подарили нам сегодня хотя бы частицу этой сказки новогодней. Екатерина Никонова, актриса Татьяна Котвицкая, режиссер. Еще раз напоминаем, что уже в наступающем 2019 году с этими ребятами, в том числе, вы сможете встретиться в галерею прогресса на сказках у Рождественской ели. На сайте галереи, знаю, размещен анонс. Еще, Татьяна, где мы в социальных сетях еще? Да, у нас социальные сети активно развиты. И Фейсбук, и Одноклассники, и ВКонтакте. Везде есть сообщество волшебной сказки о новогодней еле. 6 плюс, напомню, возрастное ограничение. Ну что, выдадим ответ-то правильный, Алина. У нас таки не было звонка. Йоу-лу-пукки. Где же такой новогодний дед? В какой стране? В Финляндии. Миш, а как переводится? Дед-козел. Дед-козел? За что же так, деда? За шла в козлиную шкуру, оборачивался. Ну, северная страна-то. Ну да, у них к козлам другое отношение, не такое, как у нас. И слово, наверное, не обидное, да. Еще раз всех, ребят, с наступающим Новым Годом. Теперь программа «Открывашка» уже в новом 2019 году. Встретимся с вами. Это будет 6 января в воскресенье в 10 утра. Не проспите, присоединяйтесь, будет куча подарков. Всем хорошего Нового Года и счастья в Новом Году. Чудесного Нового Года. Спасибо. До свидания. С наступающим. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok